Набираем 700 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят! С вами Локи и мы продолжаем карьеру нашего игрока FIFA 20. Пока что мы находимся в команде RB Leipzig, а также в сборной России. Сегодня нас ждут пару матчей квалификационного раунда и встретимся мы со сборной Франции, а также с Румынией. Сегодня также у нас будет серия матч против Бременского Вердера и игра против Шахтера в Лиге Чемпионов. Так что поддержите серийку лайком за то, что у него и 4 матча, а также усаживайтесь поудобнее и давайте приступать. Мы в стартовом составе, мы играем как гости против сборной Франции. И вот такой вот составчик выбрал наш тренер. Ну и, ребят, погнали! Пока команды выходят на поле, ребят, скажу, что, возможно, в эту пятницу вечерком по восковскому времени у нас будет стрим на канале по FIFA. Поиграем в онлайн-матчи, поболтаем со зрителями, может быть, с кем-то сыграем, у кого есть плоечка. В общем, пообсуждаем будущие релизы от Electronic Arts, от Konami и, в общем, как обычно, почилим. Я надеюсь, что все-таки в эту пятницу у меня получится завести стрим. И, собственно, я порадую вас этим. Вы следите за новостями канала, я сделаю отдельный, еще думаю, либо пост, либо отложенную как раз трансляцию. В общем, поглядим. Ну а теперь начинается игра. Сборная Франции, сборная России, интересное противостояние. Французы идут первыми, мы идем вторыми. И для нас, мне кажется, даже ничья в этой встрече будет весьма неплохим результатом. Это Фикир. Французы уже в нашей штрафной. Поль Погба справились. Черышев, неплохая передача. И мы пытаемся сейчас уйти от соперника. Это Ляпорт против нас. Здорово. А что если пробить? Нас роняет Поль Погба, и арбитр считает, что нарушения правил не было. И сюда на Черышева налево развивается атака. Нас сейчас пока сдерживают два защитника Черышев. Но если бы подача пошла на дальнюю, там Головин был совсем один. Опасная атака. Удар по воротам. Один, второй. Французы все активнее. Уже в нашей штрафной еще один выстрел. В нашей команде в первом тайме опасных моментов не было. Мы подходили к воротам французов, но создать опасность в итоге так и не смогли. У них было пара подходов. В концовке тайма они даже пару раз пробили. Черышев мимо мяча проскочил. Опасно. Передача под удар. И спасает Акинфеев. Подача на дальнюю. Акинфеев играет кулаками. И еще разок Акинфеев играет кулаками. Но оставил ворота. Только сейчас вернулся. Поль Погба. Вот это нарушение правил. В первом тайме он нас валил. Арбитр не свистел. Ну а теперь все-таки решил свистнуть. Головину мяча. Он может исполнить. Удар Александра Головина и выше ворот. Опасная передача. И Акинфеев спасает. Но и было положение вне игры. Три минуты добавил арбитр. Две из них уже истекли. Это кажется, ребята, ничья со сборной Франции. Но в принципе то, что нам как раз было нужно. Мы не проиграли. Одно очко получили в этой встрече. И отправляемся уже на игру против сборной Румынии. На игру против сборной Румынии тренер решил нас не выпускать. Там выходит Зюба. Ну и давайте посмотрим, как сыграл наша сборная. Победа 2-1. Зюба и Александр Головин сбивают за нашу команду. Вырываем три очка. И спокойненько остаемся на втором месте. Матч против Бременского Вердера. Мы, друзья, выходим в стартовом составе. Нам показывают уже футболочки. Перед началом этого матча. Ну и нужны очки. Нужна победа. Все-таки в последнее время мы играем довольно неплохо. Поэтому, я думаю, можем побороться за победу. Выходим мы вместе с Аугустином в атаку. И погнали. Немножко пасмурная погода перед началом этого матча. И посмотрите, как классно окрашен цветами хозяйской команды стадион. Бело-зеленое поле. Бело-зеленые трибуны. И мы в гостях у Бременского Вердера. За счет того, что мы не участвовали в матче против сборной Румынии, мы подкопили сил. А это значит, что сейчас можем показать себя. Качнули одного. Пошли дальше. Передача в центр на Аугустина. Не получилось. Соперник успел подставить ногу. Сейчас опасно. Вердер в атаке. Дриблинг. Хитрый проникающий пас пытался отдать. Игрок атаки. Выстрел поворотом над перекладиной. Тонкая передача. Это Ольма и офсайт. Наш дальний выстрел поворотом. И мяч летит над перекладиной. Это было красиво. Хорошая попытка. Но немножко мяч подлетел. И снова Вердер в атаке. Снова подача. Но здесь шикарно. Забирает мяч в руки Галкипер. И мы начинаем новую атаку. Августин. Отдает нам пас на ход. Сам набирает скорость. Прострел забить. И 1-0. Савицер. Красавец. Здорово подключился. И мы буквально с самой ленточки отдали ему передачу. И тот. Даже с учетом того, что рядом с ним находился защитник. Все-таки смог. Вколотить мяч уже в пустой угол. 1-0. Мы впереди. За 5 минут до конца забили гол. И пока ребята игра довольно нервная. Обе команды играют здорово. Создают моменты. Был момент и у Вердера. Я бы не сказал, что было много моментов у нас. Сейчас Вердер очень неплохо перехватил мяч. 56-ая минута. Подача в штрафную. Здесь справились наши защитники. Я надеюсь, что они не привезут момент к своим воротам. Опасный выход Вердера. Скидка под удары. 1-1. Ну как? Ну как так? Оборона просто разошлась. Как ширинка на штанах расползлись наши два защитника. И был просто невероятный простор для действий. И здесь все защитники просто привезли. Двое разошлись. Один не успел накрыть. У нас замены. Да и не одна, по-моему. Заскочили в штрафную. Удар будет. Ну и что? Это не пенальти? Арбитер считает, что так можно играть. Еще один проникающий патт в штрафную. Еще один удар. И на встречных курсах пошла игра. И снова опасно. Вердер убегает в атаку. Сдержать. Молодец. Молодец голкипер. И повезло, что соперник не стал сближаться. И снова наша оборона расступается только сейчас. Смогли мяч выбить. Опасный пас удар. И спасает наш вратарь. Пять минут до конца, ребята. Уходим от оппонента. Пас под удар. Ну же! Гол! Вот так вот мы решаем дела, ребята. Просто из последних сил проводим фантастическую атаку. И на восемьдесят девятой минуте вырываем, я надеюсь, победу. Какой тонкий пас. Увидели забегание партнера. Выкатываем. И тот сжахает в ближний угол. Чем-то похож этот мяч на гол Савицера. Но здесь Нкунку. Третий его мяч в этом сезоне. Ну а Вердер-то не сдается. Есть еще время. Опасная передача в штрафную. Не давать бить. Удар. И снова тащит вратарь. Это последний угловой, ребята. Что происходит? Что за жара? Подача. Вынесли. Удар. Выноси подальше. И все. Это, ребята, тяжелейшая победа против Временского Вердера на выезде. Ну а теперь мы отправляемся в Лигу чемпионов. Бавайра выиграла 5-1. Барусия 3-1. И только мы, ребята, бьемся в каждой встрече. Сейчас посмотрим, как у нас там проходит наша подготовка. Кстати говоря, мы наконец-таки выровняли немножко сумму. Пошли увеличивать нашу стоимость нашего футболиста. Жалко, пока у нас не открывается второе дыхание. Мы сегодня в старте с Лореном. Решили один от Джека поберечь. Не знаю, его вообще очень редко выпускают. Неужели у него рейтинг меньше, чем у Лорена? Мы играем уже дома. У Шахтера. Пускай мы тогда будем играть дополнительно. Они играют в своей домашней. И, собственно, давайте начинать. Они пока идут на последнем месте в турнирной таблице. У нас и Манчестер Сити по 9 очков. У ЦСКА 6. В общем, вся борьба еще впереди. Мы на Донбасс-арене. Шахтер принимает РБ Лейпциг в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. И сегодня, как я вижу, Хави Мартинос у нас с капитанской повязкой. Или мне показалось? Классно. Развиваем атаку. Удар, поворот, а мяч в сетке. 1-1... 1-1-1-1-0, ребята. Хотел сказать, что мы сравниваемся. Я уже совсем заговариваюсь. Но здесь мы классно разыграли. Посмотрите, как Ольма здорово откатывает нам подошвой мяч на ход. И мы шикарно подкручиваем в дальний угол. Голы в Лиге Чемпионов. Это всегда здорово. Это привлекает гораздо больше внимания. И на седьмой минуте мы уже выходим вперед. Мне интересно, кто так яростно запел сразу же после гола. Явно не болельщики Шахтера. И снова залетели в штрафную. И можно прострелить на дальнюю. Но успевает защитник. Степаненко рванул по левому флангу. Сейчас не может Нкунку его догнать. Здесь Степаненко будет подавать. Подача есть. Удар будет. Но здесь как-то все проскочили. Коноплянка. И у него мяч из-под ноги выбивают. Но Шахтер тоже не собирается сидеть на месте. И пока что раз за разом зарабатывает аут. Нужно лететь в атаку. Нас сбивают. И это фолл на ленточке. Это желтая карточка. И опасный штрафной. Еще один выстрел. И угловой. Здорово развернулись. Еще удары. 2-0. Сегодня, друзья, у нас получается все. Да, действительно, это Хави Мартинес у нас в команде. Я как-то раньше его не замечал. И смотрите, здесь разворачиваемся буквально на месте. От защитника Шахтера. И забиваем второй мяч в первые полчаса. Наш дубль. Но тут же. Тут же привоз. Шахтер в атаке. Да что делают наши защитники, ребята? Удар, поворот. Мяч проходит рядом со штангой. Пока как играет Манчестер Сити и ЦСКА мне неизвестно. Видимо, они играют в другой день. Поэтому пока результата их матча мы не знаем. Не будет, друзья, хэт-трика. Нас меняет Аугустин. И полчаса до конца игры. 75-я минута. Коноплянка на левом фланге в окружении трех футболистов нашей команды зарабатывает угловой. В нас вышел Альфонсо Дэвис вместо... Вместо Маркуса Алонса. А здесь невероятный момент у Шахтера. Могли забить. И снова атака Шахтера. Опасно. Один гол они отыгрывают. А еще 10 минут до конца. Ну, заслужили парни. Они сегодня бились. И продолжают это делать. И неизвестно пока, чем закончится встреча. Альфонсо Дэвис потащил мяч сам. Подача сильная на дальнюю штангу. А получилось так, что к угловому флажку мяч прилетел. Это подача от Хави Мартинеза. Они будто с Альфонсо Дэвисом перепасовываются с фланга на фланг. Пора свистеть. Свисток есть, ребята. Победа. Пусть и не с сухим счетом. Но, тем не менее, три очка в группе мы зарабатываем. Ну и четвертый матч в серии, как я и обещал, ребята. Это игра против Хофенхайма. Они идут на четвертой строчке. Мы на шестой. Всего лишь одно очко нас с ними разделяет. Так что, если мы выиграем, мы поднимемся выше. Нужно побеждать. Хофенхайм приехал к нам в гости. Нужно встретить их по-хозяйски. И постараться выиграть. Опасная передача. И вовремя вышел наш галкипер. Ну, ребят, здесь как-то защита после пропущенного мяча шахтером начала. Раз за разом раскрываться. И хороший пас забить. Удар по воротам есть. Это Сабицер бил. Августин играет пяточкой. Еще один выстрел от Сабицера. Мы расстреливаем ворота. Ну, а вот тут же ответ Хофенхайма. Они идут вперед. Несколько наших защитников пытаются встретить. Пока безрезультатно. 24-я минута. Хофенхайм нашей штрафной. И это опасно, ребята. Это штрафной на самой ленточке. Это не пенальти. 24-я минута. Удар по воротам есть. Мяч попадает в стенку и уходит на углову. Штрафные очень опасные могут быть. Мы знаем, как футболисты любят забивать. А здесь мяч проходит рядом со штангой. Вот это момент. Мы понеслись в атаку. Хороший момент. Мы уже в штрафной. Нас сбивают. И что, не пенальти? Опять. Опять эти моменты, ребята. Будто ловлю флешбеки, когда раз за разом нас вот так вот роняют в штрафной. Мы кубарем летим. И в итоге арбитр молчит. Опасно. Мяч проскакивает. Удар. И вот он гол. Ну вот. Не поставили нам на точку. А Хофенхайм забивает на 44-й. Ну и вот здесь просто повезло. Посмотрите, как мяч проскочил. Дальше. Начинаются вторые 45 минут. Пока что Хофенхайм впереди 1-0. Мы заскочили в штрафную, ребята. Мы уже там. Нужно простреливать на дальнюю. Прострел есть, но его прерывают. И снова Хофенхайм все тем же левым флангом атакует. Снова подача. Еще один момент. Штанга. И защита играет на отбой. Это может быть моментик этого матча, ребята. Холланда меняют. Опасно. Передача. И снова выносят. Наши защитники мяч подальше. Момент за моментом сейчас у Хофенхайма. Хофенхайма. Ну же, Ольма. Ольма забивает. Какой голешник. Кто как не он должен был. Нет, это Вульф. Это Вульф, ребята. Или Вольф. Как его правильно. Я подумал просто, что это Ольма. Чисто по внешнему виду. А не по фамилии. Но как он жахнул в открытый угол, ребята. Помните, я говорил, когда мяч попал в штангу, что это может быть моментом. Который нас спас. И вот так вот. В последней контратаке. Из последних сил. Вольф забивает гол на 90-й минуте. И наша команда сравнивает счет. Это была просто фантастическая концовка. Поддержите видео лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.